Впервые в Чебоксарах в честь 550-летия столицы один из туроператоров разработал иммерсивную экскурсию «Нити судьбы». Это значит, что каждый, кому интересно прошлое города, его настоящее и будущее, может узнать об этом из первых уст, прислушавшись к голосу самих чебоксар. Как это происходит, узнала наша съемочная группа. Иммерсивность – погружение в действительность. Иммерсивная экскурсия – своеобразный спектакль, в котором участвует и зритель. Проходит постановка в естественных декорациях, в данном случае на фоне залива. В нашей команде очень много творческих людей. Зарисовки к полотную историю делал Георгий Фомеряков, он очень известный у нас художник, этнофутурист. Нам помогали создавать этот спектакль работники и команда театра «Кукол». В основе спектакля – городские легенды, исторические факты, воспоминания очевидцев и чувашские народные предания. Наши предки верили, что с рождения человека сопровождают два ангела – «Пережти» – добрый и злой. Они придут в нити жизни, наматывая их на клубки судьбы. Авторы иммерсивной экскурсии уверены – из-за этих нитей соткано полотно городской жизни. Чтобы убедиться в этом, достаточно надеть наушники. Побыть наедине с городом, вступить с ним в диалог, услышать голоса людей, которые когда-то здесь жили, творили, любили, строили этот город. Услышать гомон старых площадей, старых базаров, скверов, услышать голоса поэтов, которые вдохновленные историей этого города этим городом слагали здесь стихи. Вот такая вот цель, чтобы как можно больше чебоксарцев узнали свой город и услышали его. Если бы мы могли заглянуть сквозь толщу воды и луна, то увидим... Историю Чебоксар, рассказанную самим городом, одними из первых услышали блогеры, общественные активисты, представители турбизнеса. Говорят, это производит сильное впечатление. Я впервые на таком иммерсивном представлении, и, честно говоря, меня переполняют эмоции. Маршрут протяженностью 3,5 километра и как минимум 5,5 веков разработчики проекта уложили в полтора часа. Как стать участником иммерсивной экскурсии можно узнать на сайте проекта «Городские легенды».